Я Короткова Зайтуна Асхатовна, бывшая аварийщица с полукаменных. Я проживала по улице Красный Переулок, дом 12, квартира 2, в городе Зеленодольске, в Татарстане. Значит, я с 15-го года все боролись за наши аварийные дома. На самом деле, это район исторический. Эти не аварийные дома, в данный момент у нас 8 домов почти как бы отремонтировали, и все 26 домов будут отремонтироваться, и впоследствии будут жить там люди, какие только неизвестно. Нас выгнали. Мой дом с износом 22%, тоже как бы людей выселили. Даже я Короткова и мои соседи Александровы были впоследствии выселены в никуда, в неизвестность, даже с сантиметра места ничего нам не давали. Вот что единственное, я по 11 тысяч 22 рубля получила от 35,3 квадратных метров, то есть 389 тысяч рублей день. На эти деньги купить было невозможно. После суда, в 19-м году, в июле, 11 июля у меня был суд, где в течение трех часов боролись-боролись, значит, администрация пошла на уступки, якобы мы вам поможем купить жилье. Энную сумму мы вам выделим. На второй день написали заявление, подсчитали, что дадут миллион четыреста. На самом деле, дали миллион денег, четыреста украли. Мы обратились, говорим, почему четыреста рублей вы нам не додали. Есть такой чиновник Ахметов в Минстрое, вот. Он прямо по телефону моему юристу Сычеву сообщил о том, что Зайтуна Пак Роткова собирает в данный момент по всей России деньги. Вот пусть народ ей соберет. Вот я в данный момент хочу выразить огромную благодарность всем тем людям, которые мне помогли собрать деньги. Около трехсот тысяч рублей для меня это как три миллиона. В ноябре месяце уже пошел снег, были холода, были отключены свет и газ, и вода. Когда нас жгли, восемь пожаров было на протяжении с мая до ноября месяца, невыносимо было не то, что жить, а стоять на этой земле. Кругом было пепелище. Я благодарна тем людям, и пожилые, и молодые, и даже дети, кто сто рублей, кто пятьдесят, а кто и тысячу, положили мне на телефон деньги. Благодаря этим людям, вот именно благодаря народу, я смогла купить двухкомнатную квартиру, хрущевку на первом этаже по улице Энгельса, города Зеленодольска, в доме номер одиннадцать. Двухкомнатная небольшая, ну, ремонту нужно много, дома старые, шестьдесят шестого года. Ну, постепенно, я думаю, что и это можно будет осилить. Самое главное, чтобы было здоровье. Конечно, таких людей, как я, у нас в Зеленодольске, очень много. И они сейчас, те, которые люди взяли деньги, и тоже живут у чужих. У меня соседи, муж и жена, оба погибли, у меня по сей день слезы на глазах. Жена пришла сюда, умерла от инфаркта. Муж, не прожив два года, тоже два инфаркта перенес. Они не заслужили, соседу моему было, пятьдесят девять лет отработал стаж. Не заслужил он этого, чтобы в никуда, и главное, на кладбище, на погост они ушли. Таких было много соседей у нас, кто с ума сошел, кто умер, а кто до сих пор мается. Почти под восемьдесят лет люди преклонного возраста пошли на ипотеку. Вот сейчас, первого июля, будут выборы, поправки закона. Я только хочу сказать, все говорят, нас здоровье беречь, животных беречь, экологию беречь. А когда же мы будем беречь людей? Нас осталось мало, тут он коронавирус косой косит. Люди отработали во время войны, инвалиды. Есть дети инвалиды, у нас вот у Карпова сын инвалид первой группы детства, ему 18 лет. По сей день человек живет в неведении, с ключиком в руках, ни документа, ничего. Когда же вот в эти поправки внесут закон? В закон, именно в закон, чтобы все города нашей республики, России, чтобы все люди относились, как вот медик мясников говорит, чтобы во всех городах было одинаковое медицинское обслуживание. И пусть во всех городах будет единый закон. Переселяйте, дайте что-то, но не 11 рублей. На 11 рублей ничего не купишь. Даже собачью конуру вот у нас в городе, общежитие не купишь. На 300 тысяч нет такого жилья. Я отработала 40, муж у меня отработал 50 лет. Зачем? Не нужна была эта приватизация. Я ничего не покупаю, ничего не продаю. У меня ничего за своим хребтом нет. Я вырастила детей, внуков. В армии отслужили и дети, и внуки, и муж у меня. Что надо было, родине отдали. Я отработала на заводе Горького, в строительном заводе. Три смены работала в горячем цеху. И я бы в жизни не подумала, что я выйду на пенсию и на старость лет останусь в неведении. А сейчас есть люди, которые прикованы к постели и платят ипотеку. Вы понимаете? Они даже не знают, сегодня они умрут, или ночью умрут, или утром умрут. А 15 лет это очень много. Это каторжный труд. Взять наше время, платить ипотеку. И еще, когда же у нас будут устанавливать цены? Каждый день мы ходим в магазин, и каждый день новая цена. Пенсию не прибавляют, зарплаты не прибавляют. Многие люди все потеряли. А чем платить? Как жить дальше? Ведь мы такая богатая страна. У нас есть все. И недр есть, и скопаемые есть, и земля есть. Есть все, но жизни нет. Все отдали в частные руки. Все отдали в частные руки. Ну сколько ж могут эти богачи хапать? Ну сколько? Вот у меня есть одна квартира. Я рада. Я Богу рада. Я рада народу. Я рада сама себе, что какую-то крышу я приобрела. Не надо мне три квартиры. Не надо мне дом. Не нужно мне ничего. Мне лишь бы здоровье было. А люди, у которых все есть, и все не хватает. И все не хватает. Остановитесь вы, народ. Остановитесь. Когда же эти богачи скажут, хватит, пока, наверное, золотом не покроют полностью их все туловище. Потом, может быть, захлебнутся. Человек должен прожить одну жизнь, а не 33 жизни. Нам дают только одну жизнь. Надо и детей вырастить, и кому-то что-то оставить. Ну, не имею. Вот я и денег не имею. У меня даже на похороны денег нет. И то я не горюю. Как-нибудь, как-нибудь. Очень много вот ремонта требуется в этом доме. Очень много. Ну, думаю, слава богу, есть стены. И я этому рада. Рада. И даже еще раз спасибо выражаю всем тем людям, которые именно мне помогли. Помогли даже те, у которых в кармане денег меньше даже, чем у меня. И все равно помогли. Очень многие люди звонили, приглашали к себе домой жить. Вот, в семью жить даже брали меня. Ну, у меня здесь у мужа могила. Я, конечно, никуда не уйду. Мне уж и рубль-то, ладно, прожить можно, но молодежь жить уже вообще невыносимо. Невыносимо. Если нет жилья, это уже, считай, пропал. Самое главное – жилье и работа. Люди, ну, как вам сказать, неопределенные. Раньше я пошла в магазин, оформила кредит. Я знала, что я такого получу аванс, такого получу получку. А сейчас ни аванса, ни получки. И еще вот этот коронавирус. Люди не работали. А то дадим денег. Вы деньги, может быть, и дадите, отпустите детям. Но взрослые-то люди этого не видели. Вот. Этого не видели. В заводах люди не получили деньги. У нас вот завод Серго. Две тысячи, три тысячи аванса получили. Зато, говорят, их субсидировали. Про завод Горького не могу сказать. А про Серго вот я слышала. Многие люди вообще сидели как бы на бесплатном. На бесплатном. На авось. Каждый день. Вот трава сейчас выросла, а зимой, в марте-апреле, травы не было. Сейчас хоть вот укроп, зеленый лук, щавель можно есть. Что-то можно набрать. Сходить в лес. Грибы. А сейчас, в то время, ничего не было. Мы еще не знаем, что будет осенью. Дети пойдут в школу, и что будет осенью.